Итак, маленькая Газа сломала Натаниаху со всей его непобедимой железной армией Израиля. Ведь вы посудите, эта армия Цахал, непобедимый Цахал, два месяца не может справиться в трущобах Газы с маленьким партизанским отрядом. А ведь в предыдущие войны между израильским и арабскими режимами в 1967 и 1973 году Израиль полностью, вчистую, за несколько дней громил танковые армады, армии, самолетные эскадрильи сразу нескольких арабских государств. Египта, Сирии, Ирака, Иордании за несколько дней громил армии нескольких арабских стран. А тут два месяца не может справиться с маленьким партизанским отрядом. И на этом фоне Владимир Путин совершает невероятный по своему уровню визит на Ближний Восток. Максим Шевченко подробно описывает в своем недавнем стриме значение этого визита. Владимир Путин посетил за свой короткий визит арабские эмираты, тесно связанные с Израилем, которые фактически уже признали Иерусалим столицей Израиля, которые установили дипломатические отношения с Израилем, которые наводнили израильскими туристами эмираты и которые наводнили израильскими спецслужбами все полицейские участки, все участки тайной полиции эмиратов. И теперь израильтяне слушают полностью все Эмираты, все переговоры, все переписки, которые происходят через эмиратовские номера, отслеживают всех палестинских активистов в Эмиратах. И вторая страна, которую посетил Владимир Путин, влиятельная, это Саудовская Аравия, которая планировала подписать с Израилем точно такой же тайный мирный договор о взаимном признании, о признании Иерусалима столицей Израиля и о полном сливе и ликвидации остатков палестинской автономии. После этого Владимир Путин звонит президенту Египта, который продолжает блокировать пропускной пункт Рафах на границе с сектором газа, а Египет является еще одной ключевой мощной арабской страной региона, от которой зависит погода на всем Ближнем Востоке и даже зависит, как будет идти мировая торговля и развиваться мировая экономика, потому что Египет контролирует важнейшую артерию мировой экономики, Суэцкий канал. Я напомню, когда в этом Суэцком канале на несколько дней застрял китайский сухогруз Evergreen, мировая экономика просто остановилась. Итак, Владимир Путин после разговоров с руководителями Эмиратов Саудовской Аравии и Египта принимает у себя в Москве президента Ирана, то есть ключевой страны, которая продолжает вооружать повстанческие группировки по всему Ближнему Востоку. И буквально за короткий период эти повстанческие группировки наносят около ста ракетных ударов по американским базам, а поддерживаемое Ираном движение хуситов просто остановило израильское судоходство в Красном море, и Израиль вынужден огибать сегодня весь африканский континент, терпя огромные убытки для того, чтобы попасть в Индийский океан. И президент Ирана Раиси проводит с Путиным в Москве многочасовые переговоры. Итак, за короткий период Владимир Путин собирает полную информацию по всему Ближнему Востоку в ситуации, когда Америка продолжает снабжать Израиль оружием и оказывается единственной страной, которая в ООН голосует против прекращения огня, которая голосует против прекращения убийств детей и женщин в Газе. Америка оказывается единственной страной, которая накладывает вето на предложение прекратить огонь и бомбардировки газа. Америка полностью себя дискретировала на Ближнем Востоке на десятки лет вперед. Она перечеркнула все достижения американской демократии с середины 20 века. Британия немного самоустранилась, она ждет момента вступления в игру для того, чтобы перехватить инициативу на Ближнем Востоке. А центральная и западная Европа просто сами себя дискредитировали. Вы посмотрите на этого Олафа Шольца, который похож на злобного тролля из европейских сказок, который просто поет оды израильской армии, продолжающей убивать женщин и детей. Европа, Британия, США для Ближнего Востока просто умерли на ближайшие 10 лет. Кто в этой ситуации оказывается самым влиятельным арбитром, долгожданным, желанным арбитром на Ближнем Востоке для арабских стран? Удивительно, этим арбитром оказывается Москва, которая в советские годы долгое время поддерживала арабские страны против Израиля, снабжала их оружием и была верным другом и помощником. Арабы соскучились по этой России, арабы соскучились и заждались этой Москвы, которая позволит им снова выходить из-под пяты, из-под железного сапога американской военщины, американской администрации и позволит хоть немного вздохнуть свободно и начать маневрировать, начать играть, начать выторговывать себе какие-то преференции. И вот Путин, собрав всю информацию со всех ближневосточных влиятельных стран, звонит Натаньяху, звонит Натаньяху, чтобы довести до него позицию России по конфликту в Газе. Понятно, Россия выступает за скорейшее прекращение огня, понятно, Россия выступает, одна из немногих мировых держав, Россия выступает за признание палестинского государства, за создание полноценного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Конечно, такая позиция России вызывает восторг в арабском мире, и даже многие арабы на арабской улице уверены, что Владимир Путин принял ислам, потому что они не могут понять, как лидер крупной европейской державы, какой является Россия, в их глазах, так открыто и смело идет против Израиля. И вот Владимир Путин в этой ситуации звонит Натаньяху, и оказывается, что Натаньяху в этот момент проводит заседание своего кабинета министров. Как обратил внимание Максим Шевченко, Натаньяху бросает свой кабинет министров, бежит к трубке телефона, просто прилипает к ней и 50 минут разговаривает с Владимиром Путиным. Что он хотел услышать от Владимира Путин? Чтобы Владимир Путин дал сигнал Хамасу остановиться? Чтобы Владимир Путин наконец предложил ему спасительную формулу, как остановить эту кровавую бойню, в которой гибнут сотни израильских солдат? И Максим Шевченко обращает внимание, что Натаньяху оказался в страшном тупике, что он попал в ту ловушку, которую ему расставил Хамас. Хамас под руководством катарских властей и катарских аналитических центров очень детально просчитал все буквально по нотам. А я напомню, что за катаром стоят британские спецслужбы, которые мечтают вытеснить США, выкинуть их с Ближнего Востока и вернуть себе лидирующие позиции. А ведь это та же самая Британия, которая некогда, в 40-х годах выступала против создания государства Израиля. А США настояли на создании государства Израиля. Так вот, Британия с дальним прицелом ведет игру на подрыв легитимности Израиля на Ближнем Востоке. И Хамас, сыграв эту партию, затащил Натаньяху в трущобы газы и устроил ему такую кровавую порку, что теперь Натаньяху не знает, как выйти из всего этого позора. Он обрушил имидж Израиля в мире. Он превратил Израиль просто в исчадие ада, поскольку никто сегодня в 21 веке не может простить, не может позволить никакой стране такое наглое, демонстративное, циничное, массовое убийство женщин и детей, просто оправдываясь какими-то ветхозаветными цитатами о том, что якобы народ Израиля имеет право на полное, тотальное уничтожение всех своих соседей, включая их животных, включая их детей, стариков, включая все их домашнее имущество, только потому, что якобы в Ветхом Завете Бог именно вот таким образом повелел им поступать со своими соседями для того, чтобы отвоевать себе жизненное пространство. Мир с тех пор изменился. Мир изменился со времен Ветхого Завета и мир изменился со времен 20 века, когда можно было бомбить Хиросиму и Нагасаки, когда можно было сжигать напалмом население Вьетнама, и вам за это ничего не было. Сегодня миром правят социальные сети, сегодня миром правят улица, которая давит на своих правителей, которая вновь становится политической силой и от которой никуда не уйти. Сегодня США в ближайший год будут в параличе из-за выборов. Сегодня Натаньяху оказывается без поддержки со стороны Трампа, который тоже не захочет быть связанным с этим, измазанным кровью, тираном, диктатором и просто обезумевшим, выжившим из ума мясником. Натаньяху же в этой ситуации ищет, чтобы кто-то, хоть кто-то помог ему как можно быстрее выйти из этого кровавого тупика, потому что он не знает, как сохранить лицо. Если он сегодня объявит, что он прекращает военную операцию, его снесут его же граждане. И он пытается объяснить, что он якобы стоит за уничтожением, он добивается уничтожения вот этой террористической, как он утверждает, группировки Хамас, с которой они уже не могут справиться два месяца. Хамас продолжает громить израильскую бронетехнику и множить количество жертв израильской армии. Каждый день в израильских больницах приземляются вертолеты сранены. Каждый день на израильских кладбищах проходят порхорны и рыдают жены и матери погибших израильских солдат. В этой ситуации Натаньях утверждает, что он будет говорить только с легитимными арабскими правителями. С кем? С эмиратами, которые признали Израиль полноценным партнером. С Саудовской Аравией, которая готова была слить Палестину. Так вот, я вам приведу пример. Когда в исламский мир вторглись крестоносцы, разве халиф из Багдада возглавил сопротивление крестоносцам? Нет. Разве какие-то удельные князья, удельные эмиры, которые правили провинциями Масул, Алеппо, Куфо, Хомс, разве они возглавили сопротивление крестоносцам? Нет. Сопротивление крестоносцам возглавили одиночки. Одиночки, маленькие группы, какие-то маленькие полководцы, которые, взяв на себя, взвалив эту миссию по спасению Третьей Святыни Ислама, стали легендами и героями Ислама. Мы уже неоднократно упоминали Мадуддина с замки, правителя маленькой провинции, полководца в маленькой провинции, который единственный из всего исламского мира посчитал, что он обязан освободить Третью Святыню. Он начал первые бои, наносить первые поражения крестоносцам. Он начал объединять мусульман вокруг этой идеи. Он начал перезагружать сознание мусульман для того, чтобы они вспомнили о своем священном долге по защите Третьей Святыни. Для того, чтобы они вспомнили, что они умма, что они мужчины, что они риджаль, что именно от них, а не от изнеженного халифа в Багдаде, который утонул в золоте, погряз в танцах вместе со своими наложницами, что именно от этих риджаль зависит спасение Третьей Святыни. И Ислам Дин в замке передал свое знамя борьбы за Третью Святыню своему сыну Нур-Дину в замке, а он, 25 лет объединяя мусульман и расширяя границы владений исламских, тесня крестоносцев, взрастил, наконец, легендарного лидера Салахудина, которому суждено было освободить Аль-Аксу. И великие ученые сравнивали Салахудина Аюби с участником битвы при Бадре, что ему, скорее всего, Всевышнему готовна такая же награда, как участникам битвы при Бадре. А Нур-Дина в замке они сравнивали с праведными халифами по значимости того, что они сотворили для исламской умы. Итак, эти три поколения лидеров, Нур-Дин в замке, Нур-Дин в замке и Салахудин Аюби, они вышли не из дворцов халифов, они вышли с мусульманской улицы. Максимум, кем был Салахудин Аюби, прежде чем взять на себя эту миссию, он был начальником полиции Дамаска. И сегодня мы видим, как в Газе такие же Риджаль берут на себя миссию по спасению Третьей Святыни Ислама. И история запомнит именно их имена. Яхья Синвар, Мухаммад Дайф, эти лидеры сопротивления, они войдут в историю исламской умы, а имена правителей мусульманских государств, современности, умы, забудет через некоторое время. Итак, кто же такие? Яхья Синвар, лидер Хамас, и кто такой Мухаммад Дайф, разработчик военной стратегии Хамас? Давайте посмотрим на сиру пророка Мухаммада, мир ему благословение. Даже в ситуации, когда сам пророк Мухаммад, мир ему благословение, был скован мирным договором с курайшитами, мирным договором, подписанным при Худайби, согласно которому он обязывался не совершать вооруженных нападений на курайшитов, согласно которому он обязывался возвращать курайшитам мусульман, которые бежали от них из Мекки в Медину, надеясь на гарантии безопасности со стороны пророка Мухаммада, мир ему благословение. Но согласно договору прихода Айби, пророк Мухаммад, мир ему благословение, вынужден был возвращать этих беглых мусульман обратно в лапы курайшитов. И в этой ситуации два мусульманина, которые сбежали от курайшитов и пытались найти приют у пророка Мухаммада, мир ему благословение, и он их был вынужден обратно отдать в лапы курайшитов Абу Басар и Абу Джандаль. Что они делают? Видят, что пророк Мухаммад, мир ему благословение, скованный мирным договором с курайшитами, не может дать им защиту, они уходят в партизаны. Они селятся на берегу Красного моря в окрестностях Мекки и начинают терзать курайшитов, начинают совершать нападения на их караваны, начинают совершать рейды глубоко в тылу курайшитских отрядов. И в итоге вокруг них собирается партизанский отряд, численностью около 80 человек. И курайшиты скоро взмолили о пощаде. Настолько они не могли справиться, настолько они проигрывали партизанскому отряду, диверсионным отрядам Абу Басара и Абу Джандаля, что они взмолили о пощаде и умоляли пророкам Мухаммада, мир ему благословения, забрать их к себе. Сегодня лидеры Хамас, Яхья Синвар и Мухаммад Дейф идут по стопам Абу Басара и Абу Джандаля. И они заставят Израиль признать их, заставят Израиль признать свое поражение и заставят Израиль умолять о пощаде, чтобы все окружающие мусульманские страны, чтобы эти страны помогли ему остановить эту кровавую бойню и спасли его от мужчин из движения Хамас. Когда пророкам Мухаммада, мир ему благословения, сподвижники спрашивали, «Где же помощь от Аллаха?» Аллах Всевышний ответил в Куране. «Имна насра Аллахи кариб» Поистине помощь Аллаха близка. Сараму алейкум урахматуллах.